Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы будем говорить о воскресном Евангелии, это чтение о добром саморенении. И мы читаем Евангелие от Луки, 53-е зачало, с 10-й главы, с 25-го стиха и ниже. И вот один законник встал и, искушая его, сказал «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот вопрос интересует очень многих людей, и этот вопрос отнюдь не праздный. Мы действительно хотим знать, что нам делать, то есть что мы должны сделать со своей стороны для спасения собственной души. Конечно, как христиане мы понимаем, что наше спасение всецело зависит только от Бога. Но в то же время мы, православные, настаиваем на том, что спасение – это обоюдный процесс, синергия, соработничество с Богом в нашем собственном спасении. Ибо, как учили древние отцы, Бог не хочет спасать нас без нас. Итак, вопрос задан «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же, то есть Христос, сказал ему «В законе что написано? Как читаешь?» Действительно, закон дан людям для жизни, и не только для жизни здесь, на земле, для вечной жизни. Ибо исполнивший закон будет жив законом, как сказано в Священном Писании. Конечно, человек своими делами, самыми праведными, благочестивыми, не сможет перекрыть дурных своих дел, которые он творил в своей жизни. Но следование за волей Бога, восприятие Его откровения, как Господнего руководства к действию, показывает наше согласие на тот дар спасения, который мы имеем во Христе и со Христом. И в этом смысле аскетизм в православном понимании – это движение благодарной души навстречу Господу с намерением отблагодарить Его за дар вечной жизни. Но при этом аскет понимает, что нам и вечности не хватит для того, чтобы отблагодарить Бога за дар вечной жизни с Ним и в Нем. «Ибо невозможно ценой временной жизни приобрести жизнь вечную, ценой жизни на земле приобрести жизнь на небесах, ценой тленной жизни приобрести жизнь нетленную» – это совершенно несоизмеримые вещи. Итак, Христос обратил его внимание на закон. В законе что написано? Как читаешь? И здесь надо понять, что и закон, и пророки, и Писания свидетельствовали о Христе. Какой же будет ответ этого законника? Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Здесь мы видим, что этот законник правильно понял, что человек должен сделать со своей стороны навстречу к тому спасению, которое мы получаем даром и по благодати. Итак, законник обратил внимание на первую скрижаль, которая регулирует взаимоотношения между человеком и Богом, и на вторую скрижаль, которая регулирует взаимоотношения между человеком и человеком. Далее мы читаем, «Но он, то есть законник, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний?» И притча о добром саморенении будет ответом Христа на этот вопрос, кто мой ближний. Надо сказать, что в христианском мире, точно так же, как и в иудейском мире времен Христа, под ближним понимали прежде всего своего по вере, а в иудаизме и по вере, и по крови, то есть по происхождению. Но христианство Святого Евангелия значительно шире наших собственных представлений о том, кто ближе к нам, кто наш настоящий ближний. Ибо мы знаем о Христе, что Христос умер не только за грехи верующих в Него, Он умер и за грехи всего мира, то есть и всех остальных людей. Итак, Христос отвечает на вопрос, а кто мой ближний? На это сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Здесь мы видим, что священник Левит проходит мимо избитого человека. Надо сказать, что не все Левиты были священниками. Левитами назывались потомки Левия, одного из сыновей, патриарха Иакова. Но священниками считались только те потомки Левия, которые были потомками Аарона. И потомками Аарона, то есть первого священника. Остальные Левиты не имели такого статуса. Они выполняли другое служение. Мы видим, что этот священник проходит мимо избитого человека. Мы можем предположить, что он спешил, например, на освящение какой-нибудь колесницы, какой-нибудь телеги. Далее мы читаем. Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Левит в данном случае, который двигается как бы в том же направлении, что и священник, это, возможно, певчий, который отправился в Иерусалимский храм для того, чтобы то ли участвовать в спевке хора, то ли участвовать в богослужении в качестве певчего или по каким-то другим делам. Левиты не священники, они помогали левитам-священникам выполнять их обязанности. Они были такими служками при Иерусалимском храме. Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Вот здесь мы видим разницу между священником и левитом. Священник, увидев его, то есть избитого человека, прошел мимо. Левит посмотрел и прошел мимо. Посмотрел, то есть подошел поближе, посмотрел и понял, что для него важнее сейчас двигаться в сторону храма. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. Кто такие самаряне? Самаряне – это классическая секта внутри иудаизма. Точнее, эта секта возникла внутри иудаизма, потом всецело отделилась от него. Самаряне имели свое место поклонения Богу не в Иерусалиме на горе Мария, на храмовой горе, а вне Иерусалима на горе Грязи. Это гора благословения, которая была напротив горы Проклятия, горы Геваль. Самаряне имели альтернативное священство не из колена Левина, а их священство было из самих самарян, хотя с самого начала к ним были посланы священники-левиты. Самаряне имели и свое собственное пятикнижие, известное самарянское пятикнижие, которое насчитывает около 7 тысяч разночтений с еврейской массорой. То есть это классическая секта. И вот некто самарянин, то есть точно еретик, точно сектант, проезжая, нашел на него, то есть на этого избитого человека, и, увидев его, жалился. Здесь представляется, что жалиться должен был бы священник, который служит Богу, который приносит жертвы Богу, и сам должен проявлять жертвенный характер. Жалиться должен был бы Левит, который воспевает Бога, или обеспечивает храм своей заботой, своим трудом. Но жалился еретик и сектант. Иисус Христос не разделял вероубеждений самарян. Когда Он беседует с самарянкой у колодца, Он ей говорит, «Вы не знаете, чему кланяться, мы знаем спасение от иудеев». Словами «спасение от иудеев» сам Христос отождествляет себя с ветхозаветной церковью. Христос никогда, кстати, не оспаривал право книжников и фарисеев обучать народ. Более того, Он говорил, на Моисеем вседалище сели книжники и фарисеи, «Итак, все, что они велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают». В некотором смысле Христос допускал мысль о том, что есть некие праведные достижения у книжников и фарисеев. Так в Нагорной проповеди Христос говорит, обращаясь к верующим в Него, «Если ваша праведность не произойдет праведности, книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное». «Превзойти» означает достигнуть этого уровня и подняться выше. Но здесь никакую праведность не проявляет ни священник, ни левит. Здесь праведным является человек другой веры. А теперь вспомним, Христос рассказывает эту притчу, отвечая на вопрос, кто мой ближний. И мы читаем о действиях доброго самарянина по отношению к избитому человеку. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, выдал два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Рассказав эту притчу, Христос говорит, кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойником? Он, то есть законник, сказал, оказавшему милость, тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Итак, Христос поставил в пример законнику и всем нам человека другой веры. Точная еретика и точная сектанта. Теперь мы посмотрим, что нам говорят святые отцы об отношении к людям других вер. Так святитель Иоанн Златоуст в слове о проклятии пишет, «Еретические учения, несогласные с принятыми нами, должно проклинать и нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении». То есть мы должны не проклинать людей, а проклинать их заблуждение, а людей мы должны всячески щадить. Более того, Златоуст настаивает на том, что мы должны иметь братские чувства по отношению к еретикам и сектантам. Это слово о статуях, где святитель Иоанн Златоуст рассуждая о православных и сектантах, утверждает следующее. «И не говори мне таких бессердечных слов, что мне заботиться. У меня нет с ними ничего общего. У нас нет ничего общего только с дьяволом. Со всеми же людьми мы имеем очень много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас нет с ними ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское, бесчеловечие. Не станем же говорить этого и покажем подобающую братьям заботливость». Вот здесь Златоуст настаивает на том, что у нас должны быть братские чувства по отношению к ним. Далее Златоуст пишет, «А я обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы захотите разделить между собою заботу о спасении обитающих в городе, то последний скоро исправится весь. Разделим между собою заботу о спасении наших братьев». Златоуст опять называет геретиков братьями. «Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. И когда на лицо ни один, ни два и ни три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то ни почему иному, как по нашей лишь беспечности, а отнюдь не по слабости, многие погибают и падают духом. Не безрассудно ли на самом деле, что если мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся? Да что я говорю драку? Если увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку, чтобы поднять его на ноги, а о гибнущих братьях опять называет геретиков братьями не заботимся хулящей святую веру тот же упавший осел, подойди же, подними его и словом, и делом, и кротостью, и силой, пусть разнообразно будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасения и ближним, здесь он их называет ближними, то вскоре станем желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление. Конец цитаты. Вот здесь мы видим, что святитель Иоанн Златоуст настаивал на братских отношениях по отношению к заблудшим. Конечно, церковные каноны нам воспрещают молиться вместе с еретиками, раскольниками, сектантами. Церковные каноны запрещают нам входить в какую-то зависимость от них, но творить добро по отношению к людям, в том числе и других вер, мы обязаны. И притча о добром самарянине – это и есть часть евангельского учения об отношении к людям другой веры. Вся система взаимоотношения Христа с самарянами – это и есть евангельское учение об отношении к людям других вер. С одной стороны, Христос не уступает им первенство веры, когда он говорит самарянке «мы знаем, кому кланяться, а вы не знаете». С другой стороны, в отличие от иудеев, Христос общается с самарянами. Евангелие показывает, что эти еретики и самаряне были и более благодарны по отношению к Богу, когда Христос исцелил десять прокаженных и только один вернулся его поблагодарить. И евангелист Лука с какой-то досадой пишет «и тот был самарянин». Христос так часто хорошо отзывался об этих людях, что противники Христа говорили ему «ты сам как самарянин». Итак, в христианском, евангельском, православном понимании ближним может оказаться любой человек, который оказывается близок к нам, особенно когда он в нужде. Близок я имею в виду пространственно. И если мы сталкиваемся с такими людьми, мы должны в этом видеть промысел Божий. Почему Господь послал нам такого человека на нашем жизненном пути. Поэтому нам надо преодолевать брезгливые отношения к людям других вер, а именно молиться о их обращении в Святую Церковь. И в утреннем молитвенном правиле есть молитва, отступившая от веры православная, погибельными ересьме ослепленная, светом твоего познания просвети и к святей твоей соборной и апостольской церкви прийти. Мы желаем им блага, мы ищем им блага. И для нас ближним является не только родственник, не только единоверный с нами человек, но и всякий, который оказывается близ нас, которого Господь приводит к нам для какой-то цели. Сегодняшнее евангельское чтение это некий вызов для нашей замкнутости на самих себя, но это слова Христа. Братья и сестры, чтобы вам вовремя получать сообщения о новых беседах, особенно накануне праздников, подписывайтесь на библейский портал Экзегет. Спасибо всех, Христос! Спасибо!